Русские географические названия В океании стоит отметить экспедицию под руководством Михаила Лазарева на корабле «Суворов» в 1813 году. Она традиционно стартовала из Кронштадта, миновала Южную Америку и взяла курс на малоизученный архипелаг Туамоту в Полинезии. С этой экспедиции связан целый пласт русских микротопонимов океании. Одно из самых ярких названий — атолл, названный в честь их корабля — «Суворов» в северной группе островов Кука. Уже в 1815-1818 годах кругосветную экспедицию на бриге «Рюрик» возглавил лейтенант Отто Коцебу, который внес немалый вклад в изучение Полинезии и Микронезии в регионе Южных морей Тихого океана. Он открыл, уточнил местоположение, сделал описание и дал русские наименования островам и атоллам. Румянцево — современный Тикеи, Спиридов — современный Токопота, Гавань Рождества, а также острова Дружественного Приема — современный остров Агмедио, острову Оддия — современный Тикехау, Коцебу — современная Арктика. Весной 1824 года, в ходе своего второго кругосветного плавания, после открытия на островах общества Атолла Биленсгаузена, 36-летний Отто Коцебу вновь вернулся в Полинезийский архипелаг Туамоту, где им был открыт атолл, названный в честь его экспедиционного шлюпа, предприятия — современная Фокахина. А на Маркизовских островах Атолл был назван в честь выдающегося русского мореплавателя Биленсгаузена. В результате был открыт остров Румянцево, Атоллы Крузенштерна и Рюрик. В Микронезии, в восточной гряди Ратак Маршаловых островов, экспедиция нанесла на карту Атоллы Кутузова, местное название Утирик, и Суворова, местное название Така. В ходе экспедиции 1819-1821 годов Фаддей Биленсгаузен вместе с Михаилом Лазаревым открыли шестой континент — Антарктиду на шлюпах Восток и Мирный. После трудного маршрута до Антарктиды исследователи сделали остановку в Австралии, побывали в Новой Зеландии и взяли курс на полинезийский архипелаг Туамоту. Там ими были нанесены на карту Атолл Моллера и остров Аракчеева. Отечественными моряками на архипелаге Туамоту было открыто и описано 13 атоллов, в том числе Барклай-де-Толли, Ермолова, Кутузова, Раевского, Чичагова, Лазарева. А Биленсгаузен даже дал архипелагу второе название — «Острова россиян», которое истинно отражало отечественный вклад. В наши дни на электронной карте, размещенной на сайте фонда имени Миклуха Маклая, представлены 129 русских географических названий в океане, нанесенных на основе географического газетира, опубликованного в 10 главе издания «Российское цивилизационное наследие. Русские топонимы в южной части Тихого океана. 2021 год» авторами Еленой Говар, Австралийский национальный университет и Николаем Миклуха Маклаем, Институт востоковедения Российской академии наук. Ссылка на виртуальную карту в описании.